Всем привет друзья. Наверное, ни для кого из вас не секрет, что моя жена занимается арт-бетоном. Ну а я с большим-большим интересом и удовольствием всегда ей стараюсь помочь, вываривая каркасы там и всякие прочие изделия там, тоже помогая ей всегда участвовать во всяких ее строектах. Ну и вот на этот раз мне предстоит сделать точную копию вот этого маленького макета. Не обязательно точную. Ну почти. Ну короче, схема такая, что вот необходимо сделать вот макет вот этого пенька. Но только в этих промышленных масштабах. Чтобы она была громадная, чтобы ее можно было использовать на улице в качестве как цветочника, как лунды. или даже может быть какого-нибудь там мусорного ведра там сюда, я не знаю там, кто уже на что быть способен. Ну и в общем, в качестве материала я буду вот использовать бэушный материал, хлам, как говорится. Вот это кольцо от бочки, вот эта проволока, которую я вот нашел. Ну а помогать мне будут мои помощницы. Как всегда, поехали, кому интересно будет. Самое главное в нашем деле это подготовка. Подготовить весь этот материал хламовый. Был бы он новый, то не было бы никаких проблем. А так, как он старый у нас, и хламовый, и то, что он ржавый там, и где-то там краска, где-то там грязь какая-то. И все это необходимо брать и снимать. Почему? Потому что контакт не возьмется сварочный. Ну и все это, конечно, занимает много времени. Но ничего страшного, нам спешить некуда, для нас самое главное качество. Вот я выварил все стоевые. Здесь у меня будет ровно три штуки. Ну и это для украски только каркаса. Дальше я буду все это дальше продолжать инфрустировать. И вот тут вот совсем не обязательно, чтобы были какие-то ровные палки, там еще что-то. Потому что спил дерева, он же, ствол дерева, по факту, он же тоже неровный, правильно? Поэтому вот такая вот у нас пока конструкция. Ну а теперь нам придется из вот этого куска арматуры сделать верхнее кольцо. Вот туда вот, на тот корпус. Гнуть я его буду вот тут в расщелине дерева. Это у меня дерево самое такое боевое на свете. Ему достается постоянно. Но мы с ним очень даже хорошо сильно бружим. Как вы можете видеть, вот час работы и основной каркас, вот он уже готов. Ну а после обеда я буду вываривать всякие тут крышочки, там усиливать стеночки, днище сделаю там. Короче, вы все увидите. Давайте, погнали. Продолжаем обшивать нашу конструкцию. Делаем все это спонтанно, хаотично. Как бы соблюдая всего-то навсего Как бы в видимую форму ствола дерева. А так, никакой геометрии тут нет у нас. Так, обратите внимание, пожалуйста, на мою ошибку. Я вчера, когда я варил днище, я просто клал на вот этот край, я просто клал проволоку, вот тут ее прихватывал, в этом месте и так ее протягивал. Короче, в последствии чего у меня образовалась вот такая вот на целых на 4 сантиметра глубина пустота. И эту пустоту нам придется или либо забивать все бетоном, что очень сильно утяжелит конструкцию саму. По прочности, конечно, оно да. Но прочность тут не нужна такая, чтобы, знаете, чтобы станков, чтобы ее не могли разломать. Вот поэтому я взял, повываривал все вот эти кусочки, все вот я вот их, видите, как пообрезал. Вот обрезал, вот обрезал, вот обрезал. Ну и вот так вот все, 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 вот так вот я, короче, взял, пообрезал. Сейчас я буду варивать вот так вот, где-то примерно пол сантиметра я буду оставлять с каждого края. И сейчас я буду варивать. Все, до следующего включения. Вот и готовы наши днище. Потом сверху привязывается сеточка. Все, оно будет нарядно. Все, оно будет очень даже замечательно, грамотно. Все, оно будет хорошо. Вот такой каркас можно запросто сварить за полтора дня. Еще попутно занимаюсь кучей всяких домашних дел. Вот. Ну, а кто не понял даже, что это за круглая такая ерунда здесь будет, то предлагаю вам тогда посмотреть чуть-чуть попозже. На канале у моей жены выйдет ролик о том, что она все, что-то сделала с этой, со всей неказистой конструкцией. Ну, и вот этот тоже будет зонтик, типа, для отдыхающих. Конечно, это шутка. Но, все вы увидите на ее канале, если вам это будет очень-то интересно. Вот мы и помощницы все устали. Одна вот помощница устала. Вторая вообще вымоталась. Спит. Ну, а я вам всем желаю мира, добра, удачи, благополучия, берегите друг друга. Всех вам благ. Теперь осталось всю эту историю обвязать сеточкой. И тогда она преобразится на глазах. Ну, а дальше будет самое интересное. Вот как выглядит конечный результат моего пня, который будет дальше, жена моя будет облицовывать. Вот мы его обвязали проволочкой. Сам бы я, конечно, это бы не смог сделать. Это сделала моя жена. Набила она газетой. Все эти объемы, в которых будут пустоты, чтобы туда не проваливался цемент во время обработки. Ну и вот. Вот такой вот будет дальше дивный пенечек. Поэтому приглашаю вас всех на ее канал, чтобы посмотреть, конечно, результат. Всем мира, добра, берегите друг друга. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!